Параплан Параплан Основные направления соревнований бывают либо полеты на точность, либо маршрутные полеты. Но маршрутные полеты возможны, когда у нас есть восходящие потоки, то есть погода должна быть теплой как минимум. А когда нет таких условий, то соревнования проводятся на точность. Насколько развит парапланерный спорт на Алтае? Все-таки у нас не горы, больше есть части равнины. У нас не так развит парапланерный спорт, как во Франции, например. Там это очень массовый спорт. Наверное, более массовый, чем у нас велосипедизм представлен. Потому что во Франции это все зародилось. А с другими регионами, если сравнивать Россию? А с другими регионами у нас достаточно развит вид спорта и с каждым днем он становится все более массовым. В европейской части это немножко более развито, потому что там больше населения и немножко уровень достатка, скажем так, повыше населения. А в плане мест у нас одно, ну я не побоюсь этого слова, одно из самых лучших в мире мест для полетов. Это Курай. А, Курай. Да, в республике Алтай. И это такая некая для многих мечта попасть в Курай, полетать во всем мире. Станислав, а почему именно Курай? Что там? То есть разгон лучше, ну опять же, что там выше полет, длительность полета? Очень близко, вернее, простой заезд на старт, скажем так, относительно. Большой перепад высот, там свой микроклимат, там формируются очень такие сильные условия, и можно там до 5000 метров набирать и летать в свое удовольствие. И очень серьезное соревнование. Так, до 5000 метров это можно парить, да? А как долго? Я не говорю, что именно там вообще, в принципе. В настоящий момент рекорд мировой это более 12 часов. 12 часов. А расстояние максимальное это больше 550 километров. А вообще, насколько велика опасность упасть с высоты? Потому что, ну, есть такое, что мнение, что многие боятся, например, летают. Я бы сказал, менее вероятно, чем упасть с велосипеда. И я бы сказал, менее опасно, потому что если есть высота, и что-то случается в воздухе, и всегда есть время что-то с этим сделать, если ничего не получается, всегда есть запасной парашют, и можно приземлиться. Смотрите, вот я никогда не летал, вообще не знаком с этим видом спорта. Вот насколько мне реально полететь, да? То есть научиться? За какой определенный промежуток времени, как вот что-то делать? Более, чем реально, и, скажем так, максимум... Я бы специальную подготовку, да? Да, максимум времени, которое необходимо, чтобы научиться, это пару месяцев, так же, как научиться вождению автомобиля. Я бы сказал, на параплане научиться летать легче, чем водить автомобиль. Если заниматься целенаправленно с одним человеком, то через неделю уже можно начать первый полет. Станислав, а вот что касается коммерческих полетов, как вот здесь, они опасны или не опасны, на ваш взгляд? Здесь они еще более безопасны, потому что пилот, во-первых, более ответственный подходит. То есть на себя можно иногда наплевать, да, куда-нибудь залезть в тяжелые условия. То за пассажира всегда дополнительную ответственность несет пилот, он старается сделать это, ну, как бы, более безопасным, более аккуратные полеты. Всегда сертифицированное оборудование, всегда проверяется более тщательно перед стартами. И, ну, возможно, бывают какие-то чрезвычайные ситуации, ну, как и в любой сфере в нашей жизни. Но это безопасно. Итак, я хочу научиться. Что для этого? Первое, второе, третье. Что я должен сделать по пунктам? Первое – это, собственно, научиться. В Алтайском крае у нас сейчас есть только один парапланерный клуб, где происходит обучение. Это клуб «Крылья Алтая». Он находится в здании ДОСАФ у нас в Барнауле. Этому клубу уже почти 50 лет. Как бы начинался он с дельтапланеризма, сейчас это парапланеризм. Там вы можете научиться. И у нас есть теория, есть практика, есть сдача экзаменов по теории, сдача экзаменов по практике. Если все сдается, вы допускаетесь до сначала таких учебных полетов с высоты 20 метров, 30-50. Если все хорошо, все получается, ну, как бы там уже к самостоятельным полетам. Вот, а что касается денежного вопроса, опять же, многие виды спорта считаются затратными, да, тот же альпинизм. Насколько вот этот вид спорта? Дорогое удовольствие это, скажем. Здесь разброс, так же, как в любом виде спорта, можно купить велосипед за 5000 рублей, можно за 500 тысяч рублей. Это что, вот это крыло, да, стоимость самого крыла или чего? Комплект оборудования. Есть крыло, есть подвесная система, в которой пилот сидит, удобно, безопасно. Есть запасной парашют, ну и дальше идет шлем, какая-то экипировка, очки и так далее. Дальше уже по потребностям и специфике. Чем ближе это к профессиональному спорту, тем более дорогое оборудование. Для начинающих пилотов это можно использовать бывшего в употреблении оборудования. Для того, чтобы научиться летать, это более чем достаточно и довольно недорого. Начинающие пилоты где свои первые полеты, скажем так, осуществляют? Это как раз Голубцово, это ближайшее к Барнаулу место, где можно... Да, давайте расскажем зрителям это направление, на Заринск. Да, это Заринская трасса, 50 километров от Барнаула. Испокон веков там летали, начинали дельтапланы и парапланы, все там учатся. Это очень удобный такой склон. Чем, опять же, удобен? Расскажите. Довольно пологий для того, чтобы начать летать. Можно с разной высоты градацию сделать и достаточно легко подняться. При этом очень мягкие условия. И зимой у нас преобладают южные ветра, эти склоны как раз направлены. Ну вот как раз вы в минувшие выходные-то, собственно говоря... Да, там произошли соревнования, прошли и, ну, собственно, праздник был большой. И массовый. И массовый. Скоро лето, соответственно, наверняка полетов станет больше. Где в ближайшее время мы вас увидим? И какие соревнования еще будут? Ну, мы все безумно ждем лето, потому что это наше счастье и радость. Маленькая жизнь. Да, начинаются маршрутные полеты. Но уже вот буквально вчера были первые термические потоки. Мы немножко полетали уже в свое удовольствие. Ближайшие соревнования будут 1 мая. Они пройдут в селе, рядом с селом Солоновка под Белокурихой. Там будет тоже чемпионат Сибирско-федерального округа. Это уже серьезные соревнования. Будут тоже на точность полетов. А в июне уже начнутся первые маршрутные соревнования там же. Ну что ж, безопасных вам полетов. Спасибо. Спасибо, Станислав. Спасибо. Я напоминаю, это была программа «Наше время». До новых встреч. Берегите себя.